В ближайшее время состоится семейный фестиваль «Дети будущего», и более подробно о нем поговорим с нашими гостями и организаторами, собственно, этого фестиваля. Это Кириллова Маргарита, директор Музея интересной науки, регистратор Валентина, куратор образовательных проектов и Немерсалов Владимир, научный консультант. Доброе утро, спасибо, что пришли к нам в гости. Что же из себя будет представлять этот фестиваль, семейный фестиваль «Дети будущего»? Знаете, на нашей большой планете существует еще одна необычная, маленькая, яркая, теплая и увлекательная планета детства. Все мы родом оттуда. И именно от нас, от взрослых, зависит, какова же будет погода на этой планете детства. Очень бы хотелось, чтобы детям было комфортно и уютно в детстве, а потом, когда они уже идут во взрослую жизнь, чтобы они чувствовали себя уверенно. И вот именно эти цели преследует наш фестиваль. То есть создать такие комфортные условия для развития ребенка, для его реализации в будущем, для его адаптации в социуме, помочь детям понять, что учиться можно легко и интересно. Родителям показать те зоны взаимодействия с ребенком, которые помогут ему развить все свои таланты. Ну и, естественно, мы приглашали на этот фестиваль еще и педагогов, потому что действительно большая часть ответственности за развитие ребенка лежит на школе. Но, тем не менее, как считают психологи, абсолютно каждый здоровый ребенок может быть, если не гением, то достичь достаточно-таки высокого уровня развития, достаточно высокого IQ. И, судя по народной мудрости, не только школа принимает в этом активное участие, а ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Поэтому вот возникла вот такая идея проведения семейного фестиваля «Дети будущего». Что же будет происходить во время этого фестиваля? Какая программа ожидает? У нас программа достаточно большая, насыщенная. Фестиваль будет проходить два дня – 25-26 августа с 11 до 18 часов. И в программе у нас творческие мастерские, зоны психологического доверия. У нас будут работать много мастер-классов. У нас будут приглашены, уже не будут, а уже приглашены много известных людей. Это психологи, это президент Международной организации «Педагогика нового тысячелетия», которая вот вместе с нашими специалистами будет проводить «Круглый стол» и более подробно про «Круглый стол», о темах, которые там будут затронуты. Расскажет Маргарита. Мы находимся в поиске, наш музей находится в поиске. Не касаться образовательного направления не получается. То есть только развлечениями здесь никак не обойдешься. И понятно, что учиться так, как учились 20 лет назад, не получится. Хотя, честно говоря, было удобно. Дал ребенка, все прошли какие-то степени образовательные, и все хорошо, все в порядке. Сейчас очень быстрый темп в жизни, и требования к будущим специалистам совершенно другие. Сейчас, прежде всего, креативность, которая не всегда раньше приветствовалась. Умение работать в команде, умение работать самостоятельно – это то, что наша школа сейчас, наверное, не может обеспечить. То есть старые формы образования. Поэтому мы ищем, думаем, пробуем, смотрим. Конечно же, прежде всего нужно не навредить. И темы круглого стрела будут посвящены как раз этому. Как принять собственного ребенка, когда у него клиповое мышление, а не такое, как у тебя. Когда он по информации просто быстро проскальзывает и отбирает то, что успел. Это сложно. Как детям принимать своих родителей, как научиться с ними дружить, потому что родителей не изменишь. Вот, наверное, такие основные темы. Поговорим о наших проектах, проектах нашего музея. У нас много образовательных программ. И в этом году мы запускаем то, что меня лично очень радует. Это лаборатория проектного образования. То есть ребенок, выполняя какой-то проект, группа детей, выполняя какой-то проект, учится, получает знания из разных областей. Ну, например, Владимир Немерцалов предложил потрясающую, на мой взгляд, тему. Это взрывы. Мы пока работаем на этой теме, потому что сразу коллеги сказали, что мы будем делать, что-то подкорректировать в музее, я так понимаю, да, вспомнить взрывы? Нет, на самом-то деле можно получить большой кусок знаний из истории. Можно узнать многое из химии, можно узнать многое из физики, потому что после каждого занятия дети будут разбирать между собой задания по тому, какой объем материала можно подготовить на следующий раз, и будут конкретно пробовать, смотреть, узнавать, как собрать энергию, как найти выход, как ее направить. Эта тема будет очень актуальна к Новому году, как это все сделать безопасно. И Владимир даже предложил великолепную вещь. Давайте мы сделаем из пластилина ручки, и заложим туда что-то, что взрывается, и тогда дети увидят, насколько это опасно. Были оторванные пальцы, понятно, что без этого не обойтись, но не человеческие, а пластиковые. Ну, в общем, техника безопасности. И к Новому году сделать. Но в любом случае детям это должно быть очень интересно, потому что они любят что-нибудь вот такое. Вот об этом и речь. Да, наша задача вовлечь ребят, и действительно Маргарите Владимировне удалось создать уникальное пространство, которым является Музей интересной науки. Это то пространство, где человек так или иначе встречается с детством. То есть это пространство, где ребенок может быть ребенком. В музее написано, что нужно все трогать, нужно бегать, нужно контактировать со всеми объектами. Взрослый может снова почувствовать себя ребенком, удивиться тем феноменом и явлением природы, с которыми мы сталкиваемся. И это то пространство, одно из немногих пространств в городе, где дети и родители могут быть собой, увидеть друг друга. И, собственно, этому посвящен семейный фестиваль. То есть здесь мы презентуем в процессе работы за все годы существования музей постоянно сотрудничает с разными учреждениями, разными образовательными проектами. Многими из них мы восхищаемся и хотим поделиться нашим восхищением с теми, кто придет к нам 25-26 числа. То есть мы покажем, с одной стороны, свои учебные программы, то, что касается взрывов, то, что касается миссий, то, что касается пространства экспериментария, лектория, лаборатории, собственно, живых таких интерактивных квестов по самому музею. То есть мы хотим поделиться результатами своих поисков, своим вдохновением, хорошим настроением и, собственно, детством. То есть наш, как это сказать, основной товар, если нас рассматривать с этой стороны, это радость. То есть это радость, это ощущение себя ребенком, это непередаваемые вещи просто, которые... В Одессе есть еще несколько организаций, которые на это способны, то есть Cador Kids, например, но у нас разный профиль, то есть мы работаем в разных направлениях. У нас все-таки акцент, в первую очередь, научный, ориентирован на развитие критического мышления, на взаимодействие с физическими объектами, то есть в этом отношении мы удачно дополняем друг друга. То есть фестиваль, в который вы привлекаете и, я так понимаю, и педагогов, и родителей, и детям тоже там будет интересно. Расскажите, в рамках фестиваля, получается, дети будут основную часть проводить своего времени с педагогами, а параллельно взрослые будут проводить время со специалистами-психологами. Или дети и родители будут взаимодействовать. Как это будет происходить? У нас предусмотрены активности, которые будут, например, отдельно для родителей, отдельно для образовательного круга, будут отдельно для детей. И много локаций, где и дети, и взрослые будут заниматься одновременно. То есть я хочу еще немножечко озвучить, действительно, кого мы привлекли к проведению фестиваля. Это известные в городе языковые школы, лондонская школа, это Альянс Францез, это авторская школа Николая Гузика из Южного. Это, как я уже сказала, международная общественная организация образования нового тысячелетия. У нас будет достаточно много психологов и даже астролог, который поможет выстроить такую, скажем, диагностику таланта ребенка каждого. Он будет принимать индивидуально. Очень много у нас детских программ, научное шоу. У нас будет уникальный такой кулинарный мастер-класс от нашего Музея интересной науки. Действительно, такого нигде в городе больше не найти. Как кулинария и наука взаимосвязаны. А представьте себе, как можно приготовить разноцветные спагетти и сварить их в холодной воде. Мои коллеги химики всегда говорят, что повар на кухне занимается тонким химическим синтезом. Это на самом деле так. В зависимости от того, в какой форме вы представляете продукт, то есть это будет или суфле, или паста, допустим, или какие-то другие формы, очень сильно отличается и усваивание этого продукта, и качество, и вкус. То есть одно из направлений, которое ведет музей, это молекулярная кухня. И реально дети и в рамках фестиваля, и в любые другие дни могут записаться на вот такие вот мастер-классы. Это реально очень интересно. И химия, и физиология. И химия, и физиология, и физика. То есть мы в рамках музея, во-первых, ну это наша, как это, casual, это ежедневная наша практика, мы показываем единство естественных наук. Мы показываем, как, допустим, вот в пределах нашего тела работают рычаги. То есть мы можем показать, как работает мышца, это физика, это химия, это биология. И много других моментов тоже с этим связаны. Вот как Валентина Ивановна говорила, на время фестиваля наш музей превращается в креативное пространство, в котором каждый человек сможет найти для себя что-то интересное, посмотреть на что-то под другим углом, оттолкнуться от какой-то научной или околонаучной, или даже ненаучной информации, для того, чтобы самоопределиться, для того, чтобы найти, скажем так, себя в том, что касается детей и подростков, или по-другому совершенно посмотреть на собственных детей. Вот говоря, мы начали с IQ, как одной из форм изменения интеллекта. Но мы должны понимать, что интеллект — это не только IQ, это не только знание, умение, навыки, и он измеряется не только в баллах IQ. То есть существует эмоциональный интеллект, существует технический интеллект, существует интеллект как бы математический, музыкальный. То есть все эти аспекты можно будет увидеть, развить, прочувствовать во время нашего фестиваля. А на какую возрастную категорию рассчитан фестиваль? Как писал Дисней, от 1 до 101. То есть это реально креативное пространство, пространство, в котором любой человек может заняться творчеством, может заняться взаимодействием с другими людьми. И, собственно, на это мы и ориентированы. То есть в данном случае это фестиваль, на который мы пригласили максимальное количество интересных людей и проектов, которые могут вообще поместиться в Музей интересной науки. Когда к нам в гости приходит Музей интересной науки, хочется говорить долго, но время у вас, к сожалению, ограничено. Скажите, какие ближайшие планы у Музея? Вот в каких направлениях собираетесь развиваться? Потому что я знаю, что периодически обновляются экспонаты музея. Что новенького ожидается в ближайшее время? Можно сказать о том, что уже есть, например, потому что мы как-то в этом отношении не делаем акценты. То есть у нас пополнились головоломки, у нас появилась дополненная реальность, у нас активно развивается биологическое направление, у нас на территории самого музея можно встретить различных удивительных животных. Ну, встретить, я так говорю, то есть типа у нас есть змеи, ящерицы, пауки, с которыми можно, собственно, проконтактировать там. Минералы. Да, минералы, совершенно верно. Это совершенно такая уникальная составляющая нашей экспозиции. То есть есть привязка к городу. То есть мы не хотим, чтобы музей оказался местом, которое может быть в любой точке земного шара. У нас есть одесский акцент, достаточно существенный и ощутимый. Когда на территории музея вы можете обратиться и получить такую, не знаю, услугу, или как это правильно сказать, подарок, да, как чистая одесская экскурсия, когда мы рассказываем на примере экспонатов об одесских ученых, об их вкладе в мировую науку и так далее. То есть, конечно, вот Маргарита Владимировна больше говорила, и, я думаю, добавит по поводу наших образовательных проектов. Мы хотим, чтобы музей был не местом развлечения, а местом обучения. То есть тем местом, из которого вдохновленные дети и родители выходят в мир уже совершенно по-другому, рассматривая те естественные науки, которые, может быть, в школе мы помним, как скучные, неинтересные или сложные. Физика, химия, например, математика. А здесь мы можем увидеть, как это работает. Мы видим маятники, пружины, мы видим вот эти вот явления, которые каждый раз меня очень вдохновляют. То есть в Музее интересной науки неважно, кто ты, потому что мы все перед природой равны. То есть если я захочу, шарик не будет катиться быстрее или медленнее. То есть здесь, в данном случае, мы все оказываемся в одинаковом положении детей, в одинаковом состоянии восхищения перед тем миром, в котором мы живем. Но, тем не менее, мы взрослые, и мы должны именно направлять детей, как познавать этот мир, показать им все разнообразие, помочь им его постигать интересно и увлеченно. И действительно, у нас есть уже планы на следующий учебный год, который действительно не за горами. Мы предложим в следующем учебном году цикл занятий по гаджетомании, по скорочтению, по робототехнике, по космецевтике. Мы создаем и уже буквально в сентябре запускаем квест для пятиклассников, который создан в соответствии с новой концепцией развития украинской школы, где будут интегрированы разные предметы школьные в одном квесте. Ну и, естественно, то, что озвучила эта идея Маргариты Владимировны, это проектная лаборатория. Это то, на что мы возлагаем особенные надежды. Это будет нестандартно, это будет интересно, это будет полезно. Спасибо за то, что умеете совмещать развлечения и образования. Это очень важно, поскольку таким образом действительно, мне кажется, дети больше интересуются науками, причем разнообразными науками. И у вас, правда, это очень здорово получается. Спасибо за то, что вы делаете. И давайте еще раз пригласим всех на фестиваль, на семейный фестиваль «Дети будущего». Напомните, когда он будет происходить. 25 и 26 августа с 10 утра до конца рабочего дня, до 6, 7, 8, как получится. До последнего клиента. Да, это точно. Очень насыщенная программа ожидается. Заходите на сайт Музея интересной науки, там более подробно сможете узнать всю информацию об этом фестивале. Вам огромное спасибо за то, что приходите к нам в гости и рассказываете об интересных вещах, которые у вас происходят. Утро на седьмом продолжится буквально через несколько минут, сразу после рекламы. Субтитры сделал DimaTorzok